Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги пророка Иезекииля Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет В 20 главе старейшины Израиля пришли к Иезекиилю В изгнании, в рассеянии, в Вавилонии задавать какой-то вопрос Он не сказал какой И Бог говорит, я не дам вам ответа А после этого дает очень длинный ответ Но не на их вопрос, а на свои какие-то претензии к ним обращает их внимание Такое ощущение, что в 21 главе дается ответ, может быть, не на тот вопрос Который тогда ему пришли задавать Но, по крайней мере, на вопрос, который всех интересует Что же будет с Иерусалимом? Я напомню, что мы находимся в начале 6 века до н.э. Значительное количество, подавляющее большинство Или, по крайней мере, верхушка народа еще остается там, на территории Израиля, в Иерусалиме И в его окрестностях Но некоторое количество знати, в том числе и Зекииль, уже уведена в Вавилонию И они, конечно, чувствуют свою связь с этой страной израильской С Иерусалимом тяжело переживают, что там происходит И 21 глава им дает довольно мало утешения на эту тему «Было мне слово Господне, сын человеческий, обратись к Иерусалиму Из реки слова против святилища, пророчествуй против страны израильской И передай стране израильской, что говорит владыка Господь «Я против тебя»» Вот мы уже читали, что он на стороне Вавилона Неожиданное скандальное пророчество Но здесь про Вавилон особо не будет Он, конечно, и есть та сила, которая с Израилем воюет Но самое главное отношение Бога и его народа «Извлеку из ножен мой меч, и погублю у тебя и правого, и виноватого Чтобы истребить у тебя и правого, и виноватого Выйдет мой меч из нож, он пройдется по всему живому с юга до севера И будет знать все живое, что я Господь Я излег меч мой из ножен, и вспять он не обратится» Такое ощущение, что здесь он противоречит сам себе Иезекииль, он говорил у нас, мы недавно читали Что правый и виноватый, они ответят каждый за свою жизнь Правый будет жить, а виноватый будет убит А здесь и того и другого Наверное, бывают такие ситуации, где это общее правило не работает Иезекииль еще не пытается это разграничить Для Иова это ярчайшая, глубочайшая проблема Иезекииль, кстати, знает Иове, но ничего подробного не рассказывает Он единственный, кто его упоминает из всех остальных библейских авторов Ну вот он просто говорит очень так к месту Он не дает каких-то общих рассуждений, как же это бывает в данном случае «А ты, сын человеческий, стяная бей себя в грудь, стяная у них на глазах» Я напомню, что Иезекииль у нас изображал осаду Иерусалима Переселился из своего дома непонятно куда Он такой очень деятельный пророк, который символическими действиями заставляет людей задуматься о происходящем И когда спросят тебя, о чем это ты стянаешь Ответь, скоро дойдет эта весть Я, может быть, по-другому перевести из одной вести И когда она придет, то сердца Тогда сердца у всех замрут, руки у всех упадут И дух у них всех ослабеет, и колени всех подкосятся Так оно будет, так и случится Порочество владыки Господа Иерусалим под угрозой И очевидно, что люди воспринимают очень ясно Что это за одна весть Как это она дойдет Что Иерусалим пал Что Иерусалим разрушен вавилонинами Тогда же не было современных средств связи Значит, эти новости доходили неделями, месяцами И Иезекииль, возможно, уже это понимает, знает, что это состоялось «Было мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества и передай, что говорит владыка Меч наточен и начищен Наточен, чтобы разить наповал, и начищен, чтобы сверкать, как молния» То есть не только убойная сила, но еще его некое явление вот такое заметное Да, поскольку это все не просто война Это знамение, это история отношений Бога и его народа Что толку в посохе моего сына? По сравнению с мечом любая палка – ничто Что за посох моего сына? Не очень понятно Ну, сыном Господь называл иногда израильского царя Вот он говорил о Соломоне, что он будет мне сыном, я буду ему отцом И, может быть, как раз вот та власть, которая в Иерусалиме, она всего лишь с посохом, а посох не более, чем палка По сравнению с мечом любая палка – ничто Меч отдали почистить, прежде чем взять его в руки Заострен он и начищен как раз в руку убийцы И Господь как бы даже любуется этим мечом, хотя он обращен против его народа И он в руках убийцы То есть получается, что он ничуть не оправдывает, не приветствует того, что делают вавилоняне Но это тоже часть некоего замысла «Рыда и плачь, сын человеческий, вот что досталось народу моему и всей израильской знати Брошен они под меч, как и мой народ, потому бей себя в грудь» Таково испытание А что, если сгинет посох Иуда, которому не сравнится с мечом пророчества владыки Господа? Посох Иуды, более уже конкретно об этом самом царском символе власти Царский символ власти не вечен, оказывается, он может быть разрушен «А ты, сын человеческий, пророчество и бей в ладони Пусть второй и третий раз пройдется разящий меч, тот меч, что разит великого и окружает их Идет речь, конечно, об осаде Иерусалима, который уже вот-вот начнется «Чтобы замерли у них сердца и больше было падений, во всех их воротах я начну резню Увы, меч сверкает, как молния, наточен для заклания Рази налево, рази направо, куда повернешься? А я буду бить в ладони, утолю мой гнев Я, Господь, сказал это» Очень жесткие слова Господь, как некий такой разгневанный человек, который бьет в ладони, глядя на убийство, глядя на резню И всем этим очень доволен Как это согласовать с тем, что мы читали «Я не хочу смерти грешника, говорит Господь, а хочу, чтобы он обратился, хочу, чтобы он жил» Вот Иезекииль не различает практически общих утверждений и конкретных рассказов о событиях, которые либо происходят, либо произойдут Вот здесь явно конкретно Вот та ситуация, где до смерти разрушение, где падение Иерусалима, а бывают и другие «Было мне слово Господне, а ты, сын человеческий, отметь две дороги, по которым предстоит пройти мечу Вавилонского царя, обе они выйдут из одной страны И сделай знак, сделай его там, где разделяются дороги к двум городам Отметь дороги, по одной из них идти мечу в Раву Аманитян, а по другой в Иудеево, Иерусалимскую крепость Сэр Вавилонский остановился на перепуте, где разделяются эти две дороги И гадает, трясет стрелы, вопрошает башков, разглядывает печень О чем идет речь? Вот символически Иезекииль делает какую-то, видимо, карту Мы не очень себе представляем, как можно, на чем отметить, да? Не было же тогда карт в нашем понимании Ну, какую-то вот схемку такую рисует, где две дороги И в Вавилоне могут пойти либо походом на город Раву, в Омон, либо на Иерусалим, в Иудею И вавилонский царь во главе войска остановился и колеблется Ему нужно сделать выбор направо-налево И вот он делает так, как обычно тогда делали Трясет стрелы, упрошает башков, разглядывает печень Печень жертвенного животного, по ней должны были увидеть гадатели, как надо поступить В правую руку выпал ему жребий Иерусалима Вот два варианта, в правой и в левой руке что-то У него разные способы гадания, вот здесь перечислены самые основные Ну, может, еще какое-то жребие И вот он, не глядя, берет в правую руку И это Иерусалим, он идет на Иерусалим Все И обратим внимание, что вопрошает он башков, но ответ дает Господь И дает ее Иезекиилю А то, что там вавилонскому царю какое-то жребие выпадает Ну, это уже вот техническая подробность Самое главное, что Господь сообщает Иерусалиму, Иезекиилю о гибели Иерусалима Остальное уже технические детали, как это будет осуществлено В правую руку выпал ему жребий Иерусалима Подтащить таран и начать приступ, поднять военный клич Да, тараны подтащить к воротам, насыпать вал, соорудить осадные башни Это вот то, что делали при осаде города вавилонине Ну, разбить тараном ворота, это понятно Простой способ Насыпать вал гораздо более сложный, но и надежный Когда крепостной стене подбирались по валу Постепенно его насыпают, так что можно уже будет забраться на нее Осадные башни, то, что вокруг города ставится Как бы окружают городские башни другими деревянными осадными Они могут обстреливать Особенно, если они строятся выше Если их делают на колесах, их можно подкатить И воины, которые в этих башнях находятся, они смогут перепрыгнуть на городские стены То есть это вот описание уже технологии осады Пусть им такой исход гадания показался ложным Но они торжественно клялись ему так, что он напомнит их об их вине и схватит их Очень туманный стих Наверное, имеется в виду, что Вот, собственно, израильтяне, которые ждут напряженной вести из Иерусалима Думают, а, это все неправда, наверняка не так Но он напомнит их об их вине То есть они виноваты перед Богом И это, собственно, и есть причина такого выбора Потому так, говорит ладыка Господь Вы сами напоминаете о собственной вине Открывая свои преступления Выставляя на показ грехи во всем, чем не занимаетесь А вас вспомнили, вас схватят Вот гадание, это внешнее некое действие А на самом деле идет речь про то, как они себя ведут И что им за это будет А для тебя, павший и порочный вождь Израиля Настал этот день, срок окончательной кары Так, говорит ладыка Господь Сними свой тюрбан, отложи свой венец Впред тому уже не бывать Униженное возвысится, а возвышенное унизится В руины, в руины, в руины обращу Прежнему не бывать, пока не придет тот, чье оно по праву И я отдам ему И языки здесь начинают говорить довольно неясно Вот в отличие от предыдущих глав, где все было кристально прозрачно Ну, сними тюрбан, отложи венец Униженное возвысится, возвышенное унизится Понятно, да, то есть Иерусалим, он лишается этого царского достоинства Он унижается А то, что значит униженное возвысится Непонятно Может быть, как раз после унижения Его ждет некоторая слава, некоторое возрождение Пока не придет тот, чье оно по праву И я отдам ему Нам легко это увидеть, как мессианское пророчество То есть, после всех этих унижений, разрушений Появится кто-то, кто имеет право сесть в Иерусалиме на царский престол И тогда Господь ему отдаст И это уже будет от него, а не в силу каких-то естественных событий Но об этом очень кратко Атессы на человеческие пророчества И передает, что говорит Владыка Господь об аммонитянах и их нападках Помните, Вавилонский царь хотел пойти то ли в Аммон, то ли в Иудеи Выбрал иудеев через гадания, аммонитян он что не тронет Вот про аммонитян отдельно Их нападках, то есть, очевидно, они радуются тому, что эта беда постигла израильтян А не их самих И, возможно, тоже как-то участвуют в этом нападении Скажи, меч, меч извлечен для бойни, начищен для резни, сверкает, как молния Они видят от тебя обманное видение, совершают ложные гадания Думая, что пойдешь ты на шеи злодеев, для которых настал тот день Срок окончательной кары Опять не очень понятно Или для них самих настал тот день, срок окончательной кары По-видимому, смысл такой, что аммонитяне рады Их сейчас это разрушение не коснулось У них, соответственно, гадания и видения, которые им позволяют пребывать в спокойном состоянии Но меч их ждет тоже, что действительно совершено И что же с мечом? Меч такой красивый, наточенный, сверкающий Вот прямо любуется им пророк, хотя довольно жестокий и страшный образ А в конечном итоге что с ним будет? Возвратись в свои ножны, меч В месте, где ты создан, в родном твоем краю будут тебя осудить То есть ни одна эта держава не вечна Вавилонии они тоже пойдут с жертвой Следующая держава будет персидская Медианы персов И залью на тебя мое негодование Дохну на тебя огнем моего гнева Придам тебя в руки людей свирепых, умелых разрушителей Ты станешь пищей огню Кровь твоя впитается в землю Не останется памяти и о тебе Ибо я, Господь, сказал это То есть и Вавилонская империя не вечна И Вавилон будет в свое время разрушен И вообще вся эта история про мечи, которые сменяют друг друга Она про то, что на каждый меч найдется другой Более жестокий, более наточенный, более начищенный Он тоже сверкнет, разрубит, разрушит И как везде в этой книге речь идет Не про то, какая держава самая главная, великая Хотя державы эти упоминаются А про то, кто творит историю, как человеку найти свое место в ней Субтитры создавал DimaTorzok